ДДТ «Маленькая смерть» пишет «Мне трек понравился, пополняет мой плейлист». Юрий Юлианович Шевчук выпустил трек «Маленькая смерть». И при всех проблемах, которые в последние годы связаны с творчеством Шевчука, некоторые вещи просто пугают меня до усёра, сейчас такое время, когда Юра-музыкант очень нужен. Потому что Шевчук был несгибаемым, непререкаемым, когда была Чечня. Шевчук всегда отстаивал свои границы человечного. И вот сейчас, когда начинается ещё одна Чечня, а надо понимать, что Украина — это ещё одна Чечня, Шевчук может много важного и правильного сказать и напомнить, и вспомнить сам. Потому что он-то это уже видел, этот зарождающийся позор, это вот этот ужас, который вдруг какого-то чёрта решил повторить. То есть представьте себе себя на месте Шевчука. Вы пережили это, вы залили это водкой, вы отрефлексировали как-то этот ужас, который с вами творился, свидетелем которого вы стали. И в этот момент, когда вам уже под 40 лет, а Шевчуку седьмой десяток, вы видите, как это возвращается снова. Причём не особо изменившись. Только ты уже не такой молодой и не такой пробивной. Это уже следующим поколением это расхлёбывать. Но ад весь тот же самый. Это, конечно, кошмар. Вот. В этой связи я оптимистично настроен. Я хочу послушать, что Шевчук имеет нам сказать. Это лайк, если что. Маленькая смерть в огромном мегаполисе Лежит за остановкой в чёрном снегу. Никто не заметил её мёртвые волосы. Мимо фары сжигают метель на бегу. Тупики мегаполиса скрывает тьма. Нет ни скорой, ни ментов. Бога вызывай на открытых глазах. Не тает зима за остановкой пустырь, за пустырём рай. Никого, только ветер вращает. Лопасти цивилизации пластик. Наркозакладки. Маленькая смерть лежит у пропасти. Промзоны, как коммерческая палатка. Мне очень не нравится. Он очень натужно звучит. То есть, понятно, опять же, возраст. Много оправданий, но у него очень слабо звучит голос. Я в этом не чувствую эмоции. То есть, сейчас такое время, когда очень нужны правдивые, искренние человеческие эмоции. И когда вместо эмоций ты слышишь Вот эту вот манеру, когда на одной манере всё говорится. Ты такой, стоп, 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 стоп. Вот сейчас тот момент, когда всем людям, которые тебя слышат, больше всего необходим живой человек. И вот ровно этого я не получаю. Хотя мне, как слушателю, больше всего хочется услышать просто живого, адекватного человека. Пока что я прям как-то... Я в смятении. Человек очень душевный. У него очень душевные песни есть. А это что, блядь, такое? У меня это сложные чувства вызывает. То есть, он как будто прям надрывается ради того, чтобы это исполнить. Но при этом это так безэмоционально. Это так пусто именно с человеческой точки зрения, что я прям пугаюсь. Это точно Шевчук. Мужик тут отвернулся на землю. Это третья Чечня. Ну, типа, это пиздец. Давай вот сейчас растопыривать то человеческое, что в тебе осталось. Потому что именно это нужнее всего. Либо все-таки пора признать, что Шевчук остался там, и сейчас уже с музыкальной стороны нужны другие герои. Выбирай, выбирай, чего хочешь, выбирай. Проберись на середину, заползи за край. Та-та-та, 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 та-та-та. Вот такой уровень эмоциональности. Или выйди один, и сгори на площади, как всадник апокалипсиса на точьей лошади. А еще он постоянно сбивается с ритма, потому что он написал чуть больше слогов, чем надо, и приходится вот так вот ускоряться в рандомных местах, потому что не помещается по размеру. Ёпть. Очень странная работа. Ладно. Мои ожидания, мои проблемы, я ожидал вообще не этого. Он любит тебя, он следит за тобой, твою маленькую смерть не позволит украсть. В этом тупике вся тик-ток, как твой, твой батон Хиггса, голубиная пасть. За пустырем, человек. Какой нахуй батон Хиггса? Что ты несешь? Микро сжигает огни. В пещерах затаились зрачки сигарет. Затянулись и взорвался газом гребаный бред. Выдохнули рай и исчезли они. Маленькая смерть в огромном мегаполисе в остывшем кулаке. Обрывки личности не делятся клетки. В мертвой полости, как не дышит провинция, в дисках столичности. Ты родился с концом, но не дожил до конца. Эффект барлама вывесил. Хочется выйти в судный день. На первого полица он желает твоей смерти сильней, чем ты житель. Во-первых, очень давит на уши этот низкочастотный пердеж. Очень грязно звучит сама аранжировка. Очень плохо звучит голос самого Шевчука. Он старый. Но это уже приговор. Он просто старый. У него нет голоса. А он еще его форсирует зачем-то. То есть, смотрите. Если совсем просто объяснять, не углубляясь в музыкальную теорию. Чем больше у тебя звучит инструментов, чем более насыщенная у тебя аранжировка, тем больше усилия надо прикладывать и певцу, и звукорежиссеру, чтобы голос пробился через это все. То есть, чем плотнее музыка, тем сильнее напрягаться надо вокалисту, чтобы его голос царил над музыкой. У тебя есть вокалист Юрий Юлианович Шевчук, седьмой десяток лет. Старый человек с изношенными голосовыми связками. Ему тяжело, во-первых. Во-вторых, когда он напрягается, у него появляется вот этот вот старческий дребезг, и слышно, как ему плохо в этот момент. У тебя есть социокультурный контекст. Ну вот сейчас мы вдруг увидели колоссальный объем работы по расчеловечиванию нашего народа. И сейчас ну я убежден, там необходимо человечность. И особенно таких людей, как Шевчук, потому что Шевчук для многих является моральным авторитетом. Насколько с драматической точки зрения было бы сильнее слышать не вот этот вот его натужный голос. А если бы он да, дребезжащим, да, старческим, натреснутым голосом, но если бы он не пытался вот так вот петь, если бы он просто говорил под музыку. Душевные, простые какие-то, при этом важные слова. Но для этого надо было делать аранжировку гораздо более разреженной. просто менее плотную музыку, чуть-чуть ниже темп. Ну то есть я понимаю, что ну я не могу навязать Шевчуку, как мне кажется правильным. Меня просто как слушатель это удивляет. Как сходится то, что он делает с тем, как он это делает и с тем, когда это делается. Настолько это мимо. Наверное, все-таки нашему поколению нужны свои музыкальные герои. хватит донашивать кумиров за родителями. Они желают нашей смерти сильней, чем мы жить. Они желают нашей смерти сильней, чем мы жить. Смелая душа ползи со мной. Выпьем из-за шаг Ветер ледяной Небо падает Ветер понимаете, в чем у меня конфликт внутренний? Я смотрю на этого мужика и я не узнаю в нем Шевчука. У меня ощущение, что это вообще другой человек. Это не тот Юрий Шевчук, который есть у меня в голове. У меня есть в голове, как у многих. Есть какой-то образ Юры музыканта. И вот то, что я вижу, настолько не сопоставляется настолько из разных вселенных с моими представлениями, что у меня происходит ступор мозговины. И я просто становлюсь жертвой того самого вашей ожидания, вашей проблемы. Вечность иначе Смоги на своем и запомни нас. И главный этот синтезатор пердящий вот эта пила которая делает низкочастотная с дисторшном она очень поедает уши еще вдобавок и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кажется, нет Нам все-таки пора перестать донашивать кумиров за родителями Пора надеяться на собственных На артистов нашего поколения На голоса нашего поколения Самим становиться этими голосами Но это мимо Абсолютно мимо Мимо времени, мимо эмоций А главное Есть огромное количество людей, которые Просто у Шевчука такой кредит доверия, заработанный десятками лет работы Что огромное количество людей И реально тысяча людей Готовы вообще все, что угодно воспринимать Нахваливать И подбадривать его Убеждая Его в том, что он все делает правильно Причем независимо от того, что он делает Я вам открываю сейчас Я не знаю, чистятся ли комменты на канале ДДТ Но вот самые популярные комментарии под этим треком Шевчук всегда был честен перед самим собой И перед нами мое уважение Юрий Юлианович очень вас зауважал Когда вы приезжали в Чечню Да-да-да-да-да ДДТ зауважал в плане музыки Очень круто Шедевр за шедевром Мощное произведение Тяжелый саунд Прекрасный смысл Сильный посыл Сильный текст Сильная музыка Вот пишут ДДТ это группа, которая отражает эпоху и события Вот с этим я капитально не согласен ДДТ, конечно, отражает эпоху и события Но не нынешнюю эпоху и не нынешние события Группа ДДТ, получается, стала фабрикой По воспроизведению самой себя Но даже это, вот как старая кассета С каждой переписью С каждой попыткой перезаписать себя Качество падает Огонь уходит Эмоции уходят У меня очень грустно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok